Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы завершаем чтение книги Руфи и перед нами развязка всей истории, 4 глава. Ваус вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваус, и сказала ему Ваус, зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Наиминь, в конце третьей главы сказавшая, что Ваус сегодня же окончит это дело, оказалась права. Не откладывая вопрос в долгий ящик, он выходит к воротам города, на городскую площадь, и дожидается того, кто мог бы по закону претендовать на имущество покойного сына Наимини и, соответственно, на брак с Руфью, то есть более близкого им родственника. Тот идет по каким-то своим делам, и Ваус отвлекает его, возможно, желая застать врасплох и не дать времени на долгие раздумья, чтобы как можно скорее закончить дело. Важно, что хотя имя этого человека известно Ваусу, и он, конечно, призывает его по имени, однако в отличие даже от столь второстепенных персонажей, как муж Наимини или ее сыновья, по имени данный родственник автором не называется, он просто такой-то. И это принципиальная позиция в свете дальнейшего повествования. Ваус взял десять человек из старейшин города и сказал «Сядьте здесь», и они сели. Так как планируется прежде всего сделка, то Ваус привлекает и достаточное число свидетелей. Интересно, что здесь оно соответствует еврейскому Миньяну, десяти взрослым мужчинам, собирающимся для совместной молитвы, и тем самым образующим ядро любой общины. «То есть перед нами не просто сделка, но и некое священное действие». И сказал Ваус родственнику «Наиминь, возвратившаяся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Эль-Мелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать «Купи присидящих здесь и престарейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а я по тебе». Тот сказал «Я выкупаю». Безусловно, наоборот, брат наш не указывает здесь ни на какие прямые степени родства. Сама Наиминь называет Вауза неопределенно то родственником, то свойственником. То есть ни он, ни названный этот родственник Наиминь не находятся с нею, а точнее с умершим Эль-Мелехом в той степени родства, чтобы быть обязанными заботиться о его вдове. Однако вопрос собственности на землю, связанного в Израиле с прямым участием в обетованиях данных Богом Авраам, рассматривался всегда предельно конкретно. Напомню, Бог говорит отцу израильского народа и отцу всех верующих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри, к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, дам тебе я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я дам тебе ее и потомству твоему навсегда». Тринадцатая глава Бытия. То есть благословение Авраамова – это еще и конкретная земля, и для того, чтобы участвовать в нем, важно не потерять свой надел в земле обетованной. Так рассуждал всякий израильтян. Отсюда закон предполагал, что что бы ни происходило, земля всегда должна оставаться в собственности конкретного колена рода и в итоге семьи. Поэтому если Наиминь продает поле, то преимущественным правом и обязанностью выкупа обладают люди в наиболее близкой степени родства. Важно, что покупка поля у Наимини не влечет никаких дополнительных обязательств. Она престарелая вдова, у нее были дети, на нее не распространяется ливератное право. Поэтому после ее смерти поле перейдет в полное пользование того родственника, который его приобретает, но при этом останется как бы внутри их большого общего рода, что правильно и справедливо и с точки зрения закона, и с точки зрения простой финансовой выгоды. Ваос сказал, «Когда ты купишь поле у Наимини, то ты должен купить и у Руфима, жену у Витянки, жену умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Здесь Ваос достает из рукава козырь, «Вдову, претендующую на Ливират». Деталь, которую прежде не озвучивал Ваос, на дел Эли Мелеха разделен между двумя его покойными сыновьями. Если одна часть его теперь принадлежит Наимине, так как жена покойного переселилась в дом своей матери, то вторая часть принадлежит Руфи, которая осталась бездетной вдовой, потому имеет возможность претендовать на восстановление потомства усопшима. Безусловно, такая сделка для неизвестного нам родственника сразу же потеряла всякий смысл. Через приобретение земли он хотел упрочить свое положение, а здесь, получается, оно лишь расшатывалось. Ведь если у Руфи родится ребенок, то эта земля перейдет к этому младенцу, как юридически сыну покойного. Да и отягощать себя еще одной женой, притом моавитянкой, по-видимому, совершенно не входила в планы этого человека. Потому он и говорит, что не хочет расстроить своего удела ни в финансовом, ни в семейном плане. Этот родственник прекрасно понял, к чему ведет свою речь Ваоз. Поэтому, отказываясь от сделки, он сразу озвучивает полное право Ваоза на эту землю и на этот брак. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Ваозу, «Купи себе». И снял сапог свой и дал ему. И сказал Ваоз старейшинам и всему народу, «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноэмине все Элемелехово и все Хелионова и Махлоново. Так же и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот местопребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Только из этих стихов мы узнаем, что Руфь была женою именно Махлоновой. Прежде такой был обычай. То есть описываемая ситуация столь архаична, что автору необходимо совершить определенный экскурс в историю, для того чтобы разъяснить читателям смысл происходящего. Сапог, ну точнее конечно сандалия, участвует в сделке не случайно. Она отражает вторую сторону данного договора. Вопрос о браке. Человек, отказавший в эльвератном праве вдове, оказывался в ситуации описываемой также книгой Второзакония. «Тогда невестка его, пусть подойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его и скажет, так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля, и нарекут имя ему в Израиле дом Разутова». 25 глава Второзакония. Поэтому, хотя ситуация между Ваозом и родственником Элемелиха несколько иная, здесь нет прямых оснований к ливерату ни у кого, но все же обувь снимается с ноги, а имени того человека книга не сохраняет, как бы указывая, что теперь это всего-навсего дом Разутова. Поэтому и в этой главе он обозначен как некто, как плони алмони, скрытый и безымянный. Сандалия же, участвующие в отказе от ливерата, как символ, присутствуют здесь потому, что в сандалиях обходят землю, измеряя ее при покупке. То есть, отнимая сандалию, вдова как бы исключает отказавшего ей в ливерате родственника из правовладения землей покойного мужа. «И сказал весь народ, который был при воротах и старейшине, мы свидетели, да сделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фореса, которого родила Фомарь Иудя, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Теперь, кроме частных благословений от Ваоза и Наимини, Руфь опосредованно получает благословения от уст всего народа, всех жителей Вифлеема. Святитель Амбросий Медиаланский видит в этой истории и прообразовательный смысл. Как Ваоз входит к Руфе, чтобы восстановить семя рода Элемелиха, так и Христос входит в жизнь мира, чтобы семенем небесного учения возродить семя бесплодного Израиля и произвести новый святой народ – Церковь. «Благословение» это, кстати, звучит практически крамольно, ведь здесь Моавитянку сравнивают с Лией и Рахилью, про матерями Израиля. Но здесь ключ к одной древней истории. В первой главе мы говорили о том, что Моавитяне – это народ, происходящий от Лота, племянника Авраама. Вспомни, Авраам умоляет Бога пощадить беззаконный Содом, если там найдется хотя бы десять праведников, но, увы, лишь семейство пришельца Лота, чужого, в общем-то, для этого города греха, достойно спасения. Ангелы выводят их перед часом гибели города. Жена Лота из любопытства останавливается посмотреть на катастрофу и превращается в соляной столб. В итоге выжил сам Лот и две его дочери. Но семя тления коснулось и дочерей праведника. Решив, что таким образом Бог определил уничтожить все человечество, они, напоив отца, рождают от него детей, назвав их Моав – от еврейского Ми-Аб – от отца, и Бен-Ами – буквально «сын моего народа». То есть старшая дочь без стеснения указала в имени ребенка, что зачала от отца, младшая сделала это в завуалированной форме. Таким образом, священная история указывает на нечистоту происхождения самих этих народов. Однако в истории Руфи мы видим, что Бог печется о каждом человеке и не забывает добрых дел праведника. В Руфи сам Лот через множество поколений, как усталый путник, вновь возвращается в дом дяди своего Авраама. И сочетается тем благословением, которое дал Аврааму Бог – благословятся в тебе все племена земли. Ведь не только от потомков Авраама, но теперь уже и от потомков Лота произойдет Давид, а после сам чаемый мессия Израиля – царь мира Христос Иисус. Замечу, что здесь старейшины вспоминают не только нормативные случаи, но и крайне своеобразную историю Иуды и Фомаря из 38 главы книги Бытия. Не буду пересказывать ее целиком. Скажу лишь, что Фомарь, против которой согрешил ее свекр Иуда, не исполнив как должное обычае ливератного брака и не отдав своего младшего сына ей в мужья, когда умерли двое старших. Так вот, Фомарь смогла истребовать свое право хитростью. Переодевшись блудницей и скрыв лицо, она зачала от самого Иуды, и тем самым продолжила род своего первого мужа Ира. Безусловно, это беззаконное сожитие, однозначно осуждаемое законом Моисея. Но здесь Иуда хвалит находчивость Фомаре и признает свою неправоту. Признает право Фомаре и Бог, благословивший ее ребенком Форесом, от которого и произойдет тот род, частью которого является Ваос. И взял Ваос Руфью, и она сделалась его женой. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. Видимо, бездетен был до этого и сам Ваос, который, как считают еврейские толкователи, был вдовцом. Замечу, что хотя имя Господне призывается в этой истории часто, сам Бог действует в ней открыто дважды, когда дает народу Рифлеева хлеб в первой главе, и когда дает Руфи беременность. И из дальнейшей истории Израиля мы понимаем, что это отнюдь не частное действие Бога. Как всему народу по милости Божией дано пропитание, так и всему же народу по милости Господней, как подобное к подобному прилагаемой к милости человеческой дается правитель, продолжается род, из которого произойдет царь Израиль, а во время он и царь мира. И говорили женщины Наимине, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Судруфи Иваоза – надеждой для Наимине. Ее история заканчивается благополучной. Та, что называла себя Марою, горечью, утешилась, увидев продолжение своего рода. «Восстановлено имя ее сына Махлона в Израиле. Он будет тебя отрадую и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Здесь своеобразный вывод по всему повествованию. Там, где, казалось бы, все мертво и безнадежно, вновь торжествует жизнь. Оказывается, не только молодые сыновья – радость для родителей, как скажет об этом псалтырь, что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил имя Колчанцева. Но с Богом и сноха, и наплеменница может стать великим утешением и своим добросердечием и милостью вернуть в дом жизнь. «И взяла Наиминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимине родился сын, и нарекли имя ему Авид, он отец Иесея, отца Давида». Так странно, что имя ребенку дает этот безымянный женский хор, который в свое время в первой главе с удивлением разглашал, это ли Наиминь. Теперь от них нарекается имя ребенку, Авид, слуга, раба. Здесь, возможно, двойственное понимание. В прямой перспективе он помощник в старости и самой Наимине, и, безусловно, Ваузу и Руфе. Но в более широком смысле он служит спасению Израиля, он слуга промысла Божия, который возведет его потомка Давида на царский престол. И вот род Форесов. Форес родил Иесрома, Иесром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вауза, Вауз родил Авида, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида. Книга завершается родословием, и оно своеобразно, начиная с не с какого-то значимого праотца, а лишь с беззаконно зачатого потомка патриарха Иуды, Сфореса. Но мы помним, что старейшины благословляют брак Вауза и Руфи, сравнивая его именно с благословением, которое дал бог Фамари в лице этого ребенка. Автор, подводя итог, указан, что бог силен неровные пути сделать гладкими, для того, чтобы, как скажет об этом потом пророк Исаия, явилась слава Господне и узрела всякая плоть спасения Божия. Раф, Фамарь, Руфь, а впоследствии Версавия – женщины крайне небезупречные, либо в нравственном, либо в ритуальном отношении, которыми не украсить красивую родословную благочестивой семьи. И их избирает себе в праматери Слово Божие, желающее воплотиться. Бог не презирает грешника, не чурается иноземца. Он ищет открытого сердца, которое желает вместить спасение, и, найдя его, вручает свои дары. Каждая из этих женщин получила свои дары полновесно. Позволю себе закончить наш цикл лекций о Руфе словами преподобного Ефрема Сирина, столь красочно и поэтично увязавшего личный подвиг и труд Руфи, с чаянием царя грядущего, что вряд ли кто-то смог бы сказать лучше. Руфь легла подле мужчины на гумне ради тебя. Ее любовь сделала ее храброй ради тебя. О, ты, кто учит всех кающихся храбрость! Ее уши не желали слышать голос у других ради того, чтобы услышать твой голос. Подобно тлеющему углю, который пламенел, вошла она на ложе Ваоза, легла там, увидела первосвященников, в чьих чреслах сокрыт был огонь Фимиама. Она спешила и была телицей для Ваоза, которой надлежало родить тебя, телец тучный. Она пошла подбирать колосья ради твоей любви. Она собирала солому. Ты скоро воздал ей за смирение. Не колосья пшеницы, а корни царей. Не солому, а сноп жизни. Ты произвел от нее.